Я хочу еще сказать несколько слов о событиях, которые сейчас происходят. И мы вчера, на предыдущем уроке, разделили две темы. Одна тема – понять, хоть как-то пытаться разобраться в правлении Всевышнего, как только он правит миром. А второе – понять, это нам часто трудно разобраться, как мы живем в период, как называется, второй СТР по ним – сокрытие Лига Творца. Однако сокрытие, оно не полное, поэтому многие вещи можно так понять. И, кроме того, вопрос, что нас-то обязывает, и как мы вообще переживали эти события сегодняшние. Вот первую тему я коснусь тут, того, что приводит Раши, что вначале… Раши объясняет, что все еще замыслил создать мир по мере суда. Смысл этот очень простой, так как именно, когда народы Израиля, когда творение Всевышнего, они испытываются, выдерживали испытания по суду, то не получается величайшего заграждения без постыдного хлеба. Но так как Всевышний видел, видел в настоящей мудрости, что только по мере суда мир просто не сможет выстоять. Поэтому присоединил к этому меру милосердия, я вам сейчас скажу одну очень глубокую вещь. Не очень глубокую, но вещь, которую я не понял в первые годы своей ночи. Имя мера милосердия – это четырехбуквенное имя, корень которого Гавайя, это такое набытие. То есть слово непредостимое четырехбуквенное имя, у него есть хороший перевод на русский язык. Хороший перевод называется «Сущий». Во сущий, он дает существование. Вот именно мера милосердия дает существование. Из этого бы все развалилось. Однако мера милосердия есть, высшая мера милосердия, это те тренадцать мер, которые мы произносим, молимся в Кипуре, в обычных праздниках, когда никто не упадает на шаббат, и во время слихот, тринадцать мер мер середия. Есть там одна мера, которую я хочу просто объяснить, чтобы просто немножко поняли, что происходит сейчас. Называется «Эрех Апайм», буквально. «Эрех Апайм» – это задержка гнева. Есть тяжелое место об этом в Сынском Талмуде, что это есть в этом мире милосердие. Это вещь тяжелая. Что-то означает «Сущий» задерживает гнев. Если мы не исправляемся, мы не делаем чего, то не дай Бог. В итоге этот гнев у нас может заброшиться. Просто можно говорить вчера. Я знаю очень хорошо. Я помню еще, как я говорил, например, в шах неоднократно, тридцать тому назад, то есть пять лет тому назад, когда еще был полный сил, в свои восемьдесят девяносто лет, он постоянно говорил, что мы не должны на Святой Земле, в той ситуации, в которой мы здесь находимся, с отходом в большую часть израиля, а Торы, почти на Лаврах. И вот, слава Богу, все еще смело делать нам чудеса. Существенно, все еще делало много чудес в последние годы. Мы это не раз говорили, еще будем говорить. И вчера было чудо. Слышали чудо с автобусом в Байтаре. Я вам расскажу. Когда здесь была тревога, была проведена тревога в Байтаре. В Байтаре. И там, в следующем году, это был автобус в центре города. Я знаю это место. Насколько я понял, он был возле остановки, и уже на остановке, началось тревога, он разогнал весь автобус буквально в считанные секунды. После этих секунд в прямом автобусе было прямое попадание ракеты. Автобус был пустой. Пострадал несколько прохожих. Три легкородных, один более тяжелый раненый. Но представьте себе, что эта ракета попала бы в автобус полный. Так что, девчонки сейчас есть. Я думаю, что сейчас все закончились. Но в то время, когда сыпались на нас тысячи ракет, и все было без всяких повреждений, реальных, сейчас мы видим, это не так. Есть немало посадавших от ракет, кроме самой визни, которая была вокруг. Вот, когда в шаг, постоянно был и преждал, что нам надо опасаться всего Всевышнего в морих, ав, ух, надежный гнев, и может быть, и время, когда он там может взыскать, если мы не исправимся. И вопрос этого объяснил просто принципиальную идею, чтобы вы это понимали. Это пишет Миссиатый Шарим. Очень советуем взять это место. В самом начале книги он объясняет меру, меру, осторожности. Он там объясняет, что когда Всевышний присоединил к мере суда меру Голоседзиан, он меру суда не отменил. Есть его смысл, чтобы мы, да, сумели выстрелить в суде, но мера она не отменена, поэтому изначально в Торе написано Брашид Барайлу Ким. Это замысел Всевышнего, которого он не отменил. И тот, кто говорит, что Всевышний просто уступает, он уступает собственную жизнь. Всевышний не уступает. Всевышний хочет дать жизнь, он ведет мир по своему замыслу, замысел, что мы сумели удостоиться на высшем суде, и он Всевышний не отходит в своем замысле, не найдет. Поэтому тут-то утешается, мы видим, что мы все хорошие, все такие, израильское государство так процветает, и все, грозит бы. Но главное помириться, правый и левый, и все кончится, и все будет хорошо. Он немножко не понимает, мягко говоря, то, что Тора нам говорит. Тора нам говорит, что Всевышний не создал. Он внес, но не создал милосердие на изначально было у Всевышнего. Он внес в этот мир мир милосердия, чтобы удостоить посуду. А если настолько человек себя исправляет, настолько человек использует ту меру милосердия, которую в этом мире Всевышний нам дал, для исправления своего себя эта причина устроится большего милосердия. Поскольку мы занимаемся Торой, Тору распространяем, мы исправляем себя. Каждый год мы проходим заново и расширяем Кипур. Добавим исправления себя, то для этого нам дает Всевышний еще милосердие. Короче, который не меняется. Всевышний тоже до какой-то предел тоже его милует. Надеюсь, все-таки он как-то пробудится. Пробудится. О! И тут очень важная вещь, что мы не должны себя сейчас думать, что плохо пошел Кипур, плохо пошел Рашина, плохо пошел Суккот, поэтому такое произошло. Я не скажу, что он такая бедная. Слава Богу, у народа израиля отвечают, хорошо пошел Кипур, хорошо пошел Рашина, хорошо пошли праздники. Ну, каждому есть где улучшаться, я говорю, что нет. я говорю сейчас о более широком ситуации в народе Израиля. Это непростая ситуация, мягко говоря. Так вот, это называется первым вопросом, в чем рассказать, если пытались что-то понять в правлении Всевышнего. У нас есть такое место, создал мир милосердие, потому что следующий герпевод в этот мир, в этой милосердии, она, если пользуется ее не как высшим замысливом, не для исправления от чего другого, то она может обрушиться тяжким миром судом. И такой замечательный раввин братсестра Яков Зон. Человек очень известный, уже спаситель воспитания, он отметил очень интересную вещь. Эта вещь повторилась сейчас, и это реально повторение того, что было 50 лет назад во время Немки Боуна. Тогда тоже были разговоры, что плохо молились, плохо то, плохо это, и великие народы Израиля, это Боуна. Они отмели все эти разговоры, хорошо молились, хорошо учились. Более того, почему прошло такой святой день, потому что когда есть удар в такой святой день, это большое милосердие, меньшими жертвами искупляется больше грехов. Меньшими жертвами. Знаете, есть одна вещь, которую надо хорошо знать, есть одна вещь, которая разжигает меру суда, это тоже были разы сговорили, это осквернение шаббата. В последние годы есть большое ползновение разрушить шаббат в Росестрове. Пошли и было ползновение. Я сейчас никого лично не виню пометил. Надо просто понять, что ситуация здесь непростая. Поэтому, безусловно, есть каждый из нас где улучшаться, есть особенно, как я вижу, важным для себя почувствовать беду народа Израиля и молиться за то, чтобы все вернулись к Торе, все вернулись, а не быть безразличным тем, что происходит вне нас самих. ваше вернулись. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...